только что там такое разворачивает у нее глаза округляет это что а как это носить она ничего не поймет почему она впала в ступор а куда голову девочки приветствую вас всех на моем канале факультет рукоделия меня зовут юлия для тех кто не знает и сегодня я хочу представить вашему вниманию самый простой мастер-класс по плечевому изделию я вас уверяю что такой кардиган свяжет любая вязальщица самая-самая начинающая то есть если вы только что научились набирать петли на спицы и вязать лицевые и изнаночные петли я вас уверяю у вас такое изделие получится правда немножко придется подольше повозиться так как изделие все-таки большое но то что вы сможете его связать это однозначно давайте расскажу о пряжи из которой я буду вязать свой кардиган вот эту бобиночку я увидела в доме пряжи на всякий случай я оставлю на магазин ссылку внизу но по ему больше такой нету если что спрашивайте у девчонок может быть что-то похожее они вам предложат и так не смогла пройти мимо посмотрите какая прелесть какая красота то здесь и разнообразие толщины нити и разнообразие оттенков и люрекс и вот вообще все что здесь душа пожелает долго думала чтобы из нее такого связать и решила сделать мастер-класс по такому легкому при легкому кардиган то есть он будет и нарядный и теплый и в принципе раз люрекс это не стоит носить такие изделия из такой пряжи на голое тело то есть это будет своеобразное дополнение какому-либо платью каком-то костюму ну в общем там дальше придумывайте сами для того чтобы у нас получилось изделие по вашим размерам конечно же мы с вами сейчас чуть-чуть посчитаем расчеты простые не пугайтесь я связала два вот таких образца вязала их разными спицами то есть вот это вот на спицах 6 резиночку я вязала на спицах 4 потом решила попробовать на спицах 50 на 5 меня уже не устраивает 4 мне больше нравится резинку я набирала итальянским способом не переживайте если вы не хотите разбираться с этим способом сделайте обыкновенный классический набор который вы уже умеете и так как в этом мастер-классе особо рассказывать нечего я хотя бы научу вас делать набор итальянским способом и так для того чтобы сделать расчеты вам нужно связать образец то есть изделие у нас будет лицевой гладью мы будем вязать поворотными рядами то есть в лицевом ряду у нас будут лицевые петли в изнаночном ряду изнаночные петли также у нас будет небольшой участок резинки где мы будем провязывать резинку 11 соответственно как вы понимаете и в лицевых и в изнаночных рядах лицевые петли и изнаночные мы будем чередовать для того чтобы у нас получилась такая резинка то есть чтобы ваша пряжа смотрелось хорошо вам нужно связать два образца один лицевой гладью 2 резинкой один на один спицы вы подбираете под свою пряжу мы сейчас все посчитаем чтобы у вас получился именно тот размер который вы задумали для того чтобы выбрать спицы которые подходят для вашей пряжи свяжите вот такой длинненький образец не надо его вязать сильно широким он нам нужен только для того чтобы выбрать спицы то есть повязали резинку немножко посмотрели как это получается то есть взяли спицы которые рекомендуются для вашей пряжи потом повязали лицевую гладь смотрите нравится не нравится потом сделали вот такую отбивочку изнаночными петлями в лицевом ряду и вяжем следующим размером спиц например тут вязали на четверке здесь вяжите на пятерке далее вы сравниваете эти образцы если не нравится не тот не другой берете еще один размер спиц то есть если это сильно туго и тут туго возьмите например шестерку и еще один кусочек свяжите пока не найдете тот размер спиц который вам нравится после того как вы нашли свои спицы вяжите образец вот такой побольше чтобы нам можно было посчитать плотности вязания для вашего изделия я для этой пряжи беру спицы 6 миллиметров и резинку скорее всего я буду вязать на спицах 4 или четыре с половиной вот образец ваш должен быть не меньше 10 сантиметров лучше больше чтобы у нас были правильные расчеты и для того чтобы легче было считать далее этот образец вы идете и стираете тем способом которым вы будете стирать свое изделие то есть если вы решили что состав пряжи позволяет стирать на машинке значит образец помещаем ну в мешок скорее всего и в машинку стираем если вы планируете стирать свое изделие вручную у вашей пряжи натуральный состав и вы ну переживаете за то что она может сесть или еще что-то с ней произойти и будете стирать только вручную значит и образец стираем вручную все после этого мы раскладываем образец на ровной поверхности расправляем его хорошо и ждем когда он высохнет только после того как ваш образец высохнет начинаем считать петельную трубу то есть щит сосчитать надо петельки по горизонтали в десяти сантиметрах лучше это делать тогда вам легче будет считать считаем сколько петелек в 10 сантиметров если ваш образец вдруг все-таки получился меньше значит берем целое число так чтобы края вот эти вот раз растянутыми кромочными петлями сюда не входили то есть не от края до края мы снимаем петельную пробу а именно в середине там где у нас петельки ровные и не вытянуты вот таким образом я сейчас сосчитаю сколько у меня петель вошло в 10 сантиметров эта линейка удобно считать можете в принципе взять любую другую и разделю это количество на 10 сантиметров если вы взяли например в 8 сантиметров значит делите на 8 нам с вами нужно получить результат в одном сантиметре если у меня 15 петель в 10 сантиметров значит петельная проба моя будет полторы петли в одном сантиметре ну тут в принципе расчеты нехитрые и точно так же по вертикали мы считаем ряды то есть вот эти петельки которые у нас вот такой вот галочкой здесь видны то есть вот вот это вот одна петля вот это вот вторая петля я надеюсь что с этим вы справитесь да я объясняю для новичков кто впервые будет считать петельную пробу вот это вот петельки и точно также по ширине мы берем вот петелька вот петелька то есть мы линейку подставляем в начало петли отмеряем 10 сантиметров и считаем сколько здесь влезла петельку вас в этот диапазон вот теперь нужно сделать нехитрые расчеты моя плотность вязания в петлях то есть в петлях это у нас вот это плотно связание так сказать горизонтальная когда мы петельки считаем рядышком у меня одна целая две десятых в одном сантиметре а плотность вязания по вертикали это плотность вязания в рядах одна целая восемь десятых в одном сантиметре у вас тут будут свои цифры теперь нам с вами нужно связать квадрат то есть набрать какое-то количество петель и провязать определенное количество рядов и давайте определимся теперь каких же размеров нам нужен вот этот квадрат то есть высота квадрата сверху до низу то есть высота вот этого квадрата будет равняться длине изделия то есть ну вот где-то от 7 шейного позвонка да и до какого места вы хотите получить свое изделие возможно вам захочется потом немножко сверху загнуть сделать такой отворотик на как бы это сказать на воротничок да ну вот можно прикинуть если вот прям настолько важно вам длина до какого-то определенного места то тогда вот прикиньте еще на вот этот вот отворот для ворота я возьму высоту сто десять сантиметров ну соответственно значит и ширина будет также сто десять сантиметров у меня то есть мы с вами наберем петли внизу я немного провяжу резинкой свяжу потом лицевой гладью до верха и здесь еще раз закончу резинкой вот такого плана изделия у нас с вами сейчас будет на спицах то есть теперь мы знаем высоту изделия и ширину изделия мы можем вычислить сколько же нам петель набрать и сколько рядов провязать то есть 110 петель по ширине умножаем на плотность вязания в петлях у меня это 12 у вас свои цифры у меня получается 132 петли я должна набрать и точно также по высоте 110 умножаем на 18 меня получается 198 рядов я должна провязать ну и для того чтобы определиться какое количество резинки вам необходимо срезать ну вот например пусть это будет сантиметров 7 до высоту отсчитываем сколько здесь попало петелек раз два три 4 5 6 7 8 9 10 ну вот примерно 15 рядов у меня уйдет на резинку сверху то есть 15 рядов резинки сверху и 15 рядов резинки снизу то есть 198 своих рядов минус 30 рядов резинки у меня получится 100 что 168 рядов лицевой глади вот здесь вот посередине и так как я и обещала покажу вам итальянский набор и так я провязала необходимое мне количество рядов резинки вот такая вот резиночка у меня получилось и я снимаю спицы которыми вязала меня это 4 миллиметра и меняю их на спицы 6 миллиметров очень удобно когда у тебя есть вот такие съемные спицы на леске в любой момент можно поставить тот размер спиц который необходим и продолжать вязать далее это сокращает на много время работы все теперь я вяжу полотно то есть получается все свои ряды которые по расчетам у меня получились просто лицевой гладью в лицевых рядах лицевые петли провязываю в изнаночных рядах буду провязывать изнаночные петли все встретимся тогда когда полотно будет готова лицевой глади в чем не смотрите я тут вязала вязала думай-ка я померяю то есть сейчас у меня на данный момент провязана из моих почти 200 рядов 130 вот и я так прикинула как это будет смотреться и вот если вот так вот сюда подобрать смотрите вот в коротком виде это тоже очень даже неплохо выглядит так что имейте ввиду если вдруг вас там не хватит на то количество на тот размер до который я изначально давал то в принципе вот такую вот короткую ковтейку почему бы нет точно тоже можно по моему связать вот у меня там все на спицах пошла вязать дальше вот смотрится по моему прям обалденный цвет сама пряжа шикарно и вот подходит концу мой процесс посмотрите весь стол занимает мое вязание то есть на данный момент я провязала все ряды по счетчику которые мне необходимо было провязать так который я насчитал теперь я снова меняю спицы на номер 4 и продолжаю вязание резинкой то есть у меня там получается осталось провязать по моим расчетам 15 рядов все сейчас я перехожу к вязанию вот этих 15 рядов и далее будут делать закрытие закрывать я буду классическим способом почему потому что ниточка вы сами видели неоднородная и если делать похожее закрытие как как мы набирали с вами дата это будет не очень удобно вот здесь вот накрученный люрекс на ниточке видите он еще ездит то есть вставить в иголку и вот эти вот всякие толстые нитки и пытаться закрывать такой достаточно большой край резинки это будет неудобно и скорее всего даже невыполнимо поэтому закрытие у меня будет обыкновенным классическим способом зато можно будет отличать где вверх где вниз то есть потом определимся которую сторону пустить наверно этому все-таки вот это у меня будет вверх а тут где я закрою сейчас это будет вниз все я начинаю вязать резинку один на один и встречаемся с вами когда я буду закрывать петли ура ура резиночка у меня готова в общем я провязала все рты которые были по расчетам и теперь нужно эту резинку закрыть можно было бы закрывать конечно же спицами номер четыре и я вам сказала что вот в этом случае тут нам должна у нас должна быть такая достаточно растяжимая резиночка она в принципе должна повторять габариты самого полотна вот поэтому даже если она у вас будет хорошо держать форму и и надо как-то отпарить не знаю что то с ней сделать для того чтобы она была не тянула нам полотно вот и поэтому раз нам нужна вот такая вот так скажем широко растянутая резинка поэтому и я бы вам сказала что закрываете очень слабо но чтобы не мучиться не примиряться так скажем я беру спицу номер шесть можно ее даже не надевать на леску и начинаю закрывать то есть как закрываются у нас классическая резинка вернее классическим способом вот мы видим лицевую петлю провязываем ее и через нее перекидываем ту петлю которая у нас была предварительно на спице снова осталась на спице одна петля следующая петля у нас изнаночная провязываю эту петлю изнаночной и предыдущую петлю перекидываю через провязанную далее снова у нас лицевая перекинули изнаночная перекинули и так далее до конца резинки все ясно и понятно все я сделала закрытие посмотрите получился вот такой вот приличный достойный ровненький край я думаю если не приглядывается никто никогда не поймет что у вас одна резинка одним способом начата другая резинка другим способом закрыта так теперь ниточку пока не отрезаем сейчас покажу что будем делать дальше ну и как вы думаете почему я не стала вам сразу показывать что делать дальше конечно я пошла примерила то что у меня получается и вы знаете что я решила я решила что будет выглядеть лучше это изделие если сделать его чуть-чуть поменьше то есть я в расчетах брала метр десять размахнулась так сказать не надо так длинно делать потому что смотрится это почему-то как-то очень не очень и вот сейчас планирую сантиметров двадцать наверно примерно распустить ну то есть это я прикинула примерно 20-25 рядов лицевой глазе и 15 рядов резинки ну и когда я остановлюсь я резиночку снова здесь довезу то есть вот такое вот расстояние примерно я решила убрать причем оригинала который я примеряла как раз были размеры метр ну вот я решила размахнуться на метр 10 нет не стоит этого делать то есть длина приросте вот допустим при моем росте метр шестьдесят четыре не более метра лучше лучше может даже чуть меньше вот сейчас убираю вот это вот расстояние вернее вот вот столько распускаю и снова довязываю резинку и так девочки изделие готово я тут все подправила теперь нужный мне размер получился у меня смотрите что мы теперь делаем наше изделие нужно сложить пополам то есть у меня вот они две резинки друг дружки сложены и вот здесь где кромочные петли нужно разделить вот эту сторону изделия на три части то есть и на так сказать на границе этих трех частей повешать маркер то есть получается ну вот посчитайте свои эти кромочные петли сколько всего разделите на три и вот одну часть от считали поставили маркер с этой стороны часть отчитали поставим маркер то есть вот тут мы сейчас до маркеров будем сшивать а вот это место у нас останется под руку это будет рукав так все сейчас я беру крючок побольше потому что у меня толстые нитки вязала шестеркой это у меня пятерка вот у меня рабочая нить я с этой стороны продолжаю свою работу потому что здесь у меня рабочая нить не обрезана я ее специально не обрываю у меня какой-то пунктик лишний раз ниточки не обрывать и теперь вот таким образом располагаем лицом к верху до наше изделие и крючком значит на противоположный уголок резинки заходим то есть у нас резинка вверх и низ так или наоборот вверх и низ разберетесь как у вас вот захожу на противоположный уголок здесь снизу у меня рабочая ниточка зацепляю достаю оттуда петельку продеваю в ту которая у нас только что так скажем закончила закрытие резинки дальше ниточка там внутри и остается здесь мы вот так вот при их прикладываем друг дружки края нашего изделия и смотрим вот у нас кромочные петельки с этой стороны вот они две то есть кромочная петля и 2 и половинки так скажем этой петли две дольки сюда вот то есть я завела крючок с одной стороны и с другой стороны там я хватаю ниточку и протягиваю сначала эту петлю с одной стороны то есть в одну кромочную петлю потом в другую тут у меня петелька на крючке было изначально я в эту петельку еще прохожу все в итоге получается вот такая петля у нас так скажем поверх рисунка дальше в следующую захожу кромочную петлю здесь тоже смотрю в какой я заходила ищу следующую и туда продеваю крючок вытащили с одной стороны с другой и вот эти вот петельки протянула друг дружку вот вот таким образом сейчас я сделаю вот этот шов и знаете я что решила вот тут вот как раз у меня тут такие красивые золотые эти тонкие края я здесь оставлю петлю под большую пуговицу то есть это как раз у у меня правая сторона ножи на правой должно быть должна быть петля до пуговица налево вот это у меня будет как раз правая сторона я здесь какое-то значит несколько петель пройду просто по одной стороне вот так вот раз-два вот так ну и три наверное сейчас посмотрю по размеру так на 3 маловато в четвертую еще зайду вот то есть это у меня будет край петли с этой стороны так и оставлю вот то есть какая-нибудь большая пуговка красивая у меня здесь зайдет дальше теперь вот сколько петелек я тут прошла мне надо отступить с той стороны чтобы у меня не перекосилась раз-два-три вот следующее у нас будет кромочная уже вот видите лицевая гладь началась и здесь точно так же вот она все я нашла свои петельки теперь уже за две стороны видите вот петелька получилось у меня я думаю большая пуговица здесь хорошо пройдет вот дальше уже начинаю заходить в кромочные петли с двух сторон да так вот здесь вот кромочная подхватываю с одной стороны проделала с другой и ту петлю которая все я продолжаю сейчас закрывать этот так скажем шов до маркеров и под когда все будет готово я покажу вам что делать дальше итак смотрим вот он получился мой шоу да ну можно сказать почти что незаметный вот здесь особенно где проходила тоненькая ниточка так как будто бы совсем до полотно однородная вот на на ощупь чуть-чуть прощупывается с этой стороны вот так он выглядит смотрите если боитесь что крючком не справитесь это я для начинающих опять же да не переживайте берите нитку берите иголку для трикотажа и сшивайте иголкой дальше смотрите вот в принципе на этом можно закончить то есть мы сейчас обрываем ниточку идем на вторую сторону сшиваем точно также до маркеров одну треть вот этого шва да вот этого расстояния оставляем под рукав под руку вот и все у вас уже это изделие готово я же предлагаю связать вот здесь резинку такое же количество как мы провязывали вот здесь и у нас получится такой законченный законченная пройма что ли законченная планка по рукаву вот то есть я сейчас беру его так вот из всех кромочных достаю петли так и уже дальше буду провязывать так так вот по краю прям иду дальше вот у меня закончился шов вот этот пет последняя петелька которая была на спице я ее не закрыла вот она у меня теперь первая вот в этом ряду дальше я вот так отбираю все кромочные петли и из-под них вытаскиваю петельки новые я думаю понятно как это сделать сейчас дойду до конца вернусь к вам и так петли набрали то есть я поднимала петельку из каждой кромочной петли теперь эти петельки пересчитайте вот например у меня получилось тут 30 петель я теперь смотрите поднимаю резинку вот у нас есть свободный край резинки да и считаю вот эти вот 30 петелек складываю вот это полотно то есть сколько у меня получится засовываю сюда руку и примеряю мало мне это или много вот мне наверно маловато ну то есть я померила уже я вам так показываю визуально чтобы было понятно то есть приложите вот эту резиночку к руке вот в этом месте где-то примерно у вас будет она находиться вот чтобы вам сильно не стягивала это место и пересчитайте сколько у вас получилось вот у меня например раз два три 4 5 43 ну вот где-то 43 45 то есть смотреть если у меня 30 петель мне 15 надо добавить то есть я сейчас буду провязывать резинкой и вот за тот момент пока я буду провязывать вот это все по кругу я добавлю 15 петель то есть первая вторая смотрим где вы тут добавить петельку а до 2 это у меня должна быть изнаночной до дальше лицевую где-нибудь вот тут цепляю ниточку так добавили лицевая следующая изнаночная лицевая следующая будет изнаночная можно вот так вот какой-нибудь здесь какую-нибудь петельку вытягивать это какая-то толстая как раз петля на спицу ее накидывать и из нее провязывать следующую петлю клана считайте да то есть сколько вам петелек нужно получить из этих петелек даже не 15 14 надо добавить а чтобы у меня четно это число было изнаночная дальше лицевая изнаночная здесь добавим лицевую изнаночная лицевая добавим изнаночную ну я надеюсь понятно да каким образом сейчас добавить те петельки которые вам необходимы изнаночная лицевая изнаночная так все я пошла довязывать этот ряд до конца и вот вот эту резиночку эту планку можно вязать по кругу не останавливаясь если вы переживаете что-то у вас не получится вяжите туда-сюда потом вот этот вот шевчик соедините здесь я уже показывала как все продолжаем вязать сейчас завяжу покажу что у меня получилось и так я только что сделала закрытие петель до связала свой вот этот рукавчик так сказать и смотрите сейчас покажу вам как вот эту петельку заправить чтобы не было вот этой вот ступеньки видите тут такой переход не очень красивый то есть все здесь у меня все закончено я эту петельку смотрите не выдергиваю обрезаю ниточку вставляю в иголочку обрезал мал потому что там дальше идет утолщение я вот как раз постараюсь сделать все на рано вставила до того как она утолщится на вот этой тоненькой ниточки смотрите вытащила вот отсюда петлю и туда это на не то теперь вставляем в иголку и вот этой ниткой с иголкой нахожу ту петлю с которой у нас начиналось закрытие вести продеваю туда и веду эту петельку в ту из которой выходит ниточка видите то есть я проделала еще одну петлю видите здесь все подтянула и у меня здесь все ровненько красиво моя косичка зафиксировалась вот теперь можно сделать тут какой-то узелок смотрите только чтоб он был незаметным и спрятать вот эту вот нить так вот так вот вдоль ки косички столбика лицевых петель я вот так вот захожу иголочкой так одну сторону продели тут посмотрите все расправили и абсолютно ничего не видно где там у нас куда ушла ниточка здесь прохожу на другую сторону так и точно так же смотрите в другую сторону все вот теперь ваша нитка никогда не выскользнет и будет держаться хорошо и вы сами потом не найдете где спрятали этот хвостик вот вот так все красиво аккуратно должно быть и у вас так теперь переходим на вторую сторону с этой стороны делаем все точно так же здесь точно так же у нас должны стоять маркеры до которых мы сшиваем потом мы переходим делаем вот этот вот рукавчик планку рукава и здесь смотрите что я вам могу посоветовать можно вот ну скорее всего у вас также остался хвостик да вот начальный когда вы начнете сшивать начните вот этим хвостиком то есть какое-то расстояние вы сошьете вот этим хвостиком потом когда он уже станет короткий привяжите рабочую нить от бобинки от своей дали от клубочка и уже вот где-то на изнанке у вас будет узелок продолжите закрывать вернее сшивать этот шов и у вас нигде не будут лишних каких-то ниток болтаться следующий раз потом не придется что-то где-то там заходить прятать сразу делайте все аккуратно но у меня на этом все я пожалуй сейчас вторую сторону закончу и пойду делать примерку наконец-то интрига будет раскрыта что же мы такое с вами вяжем и так девчонки давайте смотреть что же у меня получилось кстати на эту тему вчера был забавный такой случай пришла у меня мама это лежит у меня вот так она такая это что-то новенькая связал только что там такое разворачивает у нее глаза округляет это что а как это носить она ничего не поймет почему она впала в ступор а куда голову так что девчонки вяжите удивляете своих близких вот ну давайте примерим я конечно же совсем не по фэн-шую одета но примерно все равно показать получится что же получилось за изделие да кстати что же это за изделие это тоже вопрос мы тут с девчонками посовещались в соцсетях и вы знаете мнение сошлись на том что это все-таки болеро хотя конечно же болеро это что-то совсем вот такое маленькое но здесь по форме она конечно же напоминает болеро может быть стоит назвать это кардиган болеро но самое главное это то что вяжется все очень просто сюда к этому болеро нужно тоже надеть что-то красивое то что хочется показать какие-то украшения надеть потому что вот в свободном состоянии да вот это место будет открыто она не держится так как кардиган до запахнулись и он висит у нас прикрывает переднюю часть здесь будет вот так то есть это чтобы прийти в театр красиво вот так вот походить постоять посидеть в общем не махать руками соответственно девчонки спрашивали как насчет того как руки поднимать удобно неудобно ну понятно что форма тут нет так сказать не эргономическая из наделать стены красить будет неудобно потому что все равно вот здесь вот этот вот шов он немножко чувствуется совсем чуть-чуть вот то есть это вот для театра для кино для прогулки ну что ж вот такое изделие у меня получилось пряжа акцентная она конечно же будет притягивать взгляды окружающих то есть есть что показать есть что вынести на люди когда вы будете подбирать пряжу для своего изделия ищите что-то акцентное привлекающее внимание подходящие обязательно вам по оттенку мягкое уютное в общем чтобы приносило удовольствие ну что ж на этом мастер класс заканчивается я надеюсь что вам было все понятно обязательно задавайте свои вопросы если они у вас возникли пишите в комментариях понравилось ли вам это изделие подбирайте какую дефектную пряжу пусть ваше изделие также будет интересно на вот эту пряжу я оставлю ссылочку в описании правда ее уже там по моему разобрали но тем не менее можете у девчонок спросить что-то подобное возможно они вам посоветуют у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока